Для кого раньше, для кого позже, но новогодние каникулы закончились, оставив приятные воспоминания, которых должно хватить на весь начавшийся год. Но есть категория людей, для которых жизнь стала сплошной ареной для борьбы за выживание. Это люди без определенного места жительства. Впервые в нашем регионе Карагандинский филиал Республиканского общественного объединения Красного Полумесяца проводит зимнюю акцию по поддержанию людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Карагандинский филиал Республиканского общественного объединения Красного Полумесяца с 1947 года не только безвозмездно помогает людям, но и воспитывает такие благородные качества, как милосердие, несколько подзабытое в наше суетное время. Появление на улицах машин с термосами с горячей пищей вызывало недоумение. Да и сами нуждающиеся сначала с недоверием подходили для получения порции обеда. Ложку, Леш, на. Ложку. Мы уже знаем их, как зовут. Вот это вот борщик. Вот такой вот. Давай, кушай. Давай, кушай. Так, тебе наливать? Нет, нет. Второе, да? Второе, давай, второе. Вот у нас второе сегодня такое. Сегодня рис с мясом. Вчера была... Что у нас вчера было? Макароны. Макароны. Вот такое вот питание. Вот. И чай мы даем. Хорошее питание. Прошедшие морозы стали настоящим испытанием на выживание для этих людей. Не все выдержали. В эту зиму погибли двое знакомых женщин. От холода? Ну, одна от холода, одна от сердца, что-то не выдержало. А вы тоже вместе живете, да? Да. А раньше вам помогли это людей? Нет. Не помогали. В эти дни волонтеры Карагандинского филиала Республиканского общественного объединения Красного полумесяца уже оказали помощь более чем 130 людям, волею судьбы, оказавшейся на улице. Из-за сильнейших морозов Национальное общество Красного полумесяца обратилась за поддержкой в Международную федерацию и получила ее. На питание и помощь людям без определенного места жительства уже израсходовано 60 тысяч тенге. Спасибо вот таким людям, как Татьяна Александровна, существует такая организация. Я им очень сильно благодарен. Вот мы с людьми приходим, они нас кормят. Большая благодарность им. Волонтеры вместе с заместителем директора Карагандинского филиала Республиканского общественного объединения Красного полумесяца обходили все тепловые коммуникации и искали в колодцах бомжей. Последние еще не привыкли к такому обращению и предпочитали не показываться из своих убежищ. Волонтеры не только кормили нуждающихся, но и раздавали теплую обувь, одеяло. Мы работаем в рамках молодежного движения, мы работаем в рамках оказания первой помощи. Далее программа управления при ЧС, которая предполагает как подготовку на ЧС, так и реагирование. ВИЧ плюс туберкулез, это наша категория социальная. Мы имеем больницу средственного ухода с отделением хоспис, которая тоже снижает риск вот таких людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Люди с теплотрасс нуждаются в человеческом тепле и понимании. До эры милосердия нам еще далеко, но помочь нуждающимся мы в состоянии. Сергей Высокосов, Первый, Карагандинский. Сергей Высокосов, Первый, Карагандинский.